Ребята, всем привет! Выражение «Школа Нигауза» слышал каждый пианист. Среди учеников Генриха Густавовича были Тихон Хренников, Натан Перельман, Берта Маранц, Яков Зак, Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Лев Наумов, Вера Горностаева, Александр Слободянник, Алексей Любимов, Элисовер Салатце, Алексей Насеткин, Раду Лупу. Сын Нигауза Станислав стал также известным пианистом, дочь его милиция стала математиком. В Москве Генрих Густавович жил вместе со своей женой в маленькой квартире, сначала вдвоем, а затем вчетвером. Он, его жена и двое его сыновей. Адриан, который родился в 1925 году, и Станислав, который родился через два года, в 1927. Детей родила ему его первая супруга, ученица Киевской консерватории, его ученица Зинаида Еремеева. В трудные времена она была опорой мужа, все свои силы она отдавала обеспечению его комфорта. С утра до вечера приходили ученики, приезжал гостить также Владимир Горовец. Музыка не затихала по 12 часов в сутки. Через несколько лет они переехали в трехкомнатную квартиру, но ничего не изменилось. Однако сложилось так, что Генрих изменил Зинаиде со своей первой любовью, милицией Бородкиной, которая родила ему вне брака дочь. Это впоследствии расстроило брак Нигаузов, и Зинаида ушла к другу Генриха Густавовича, Борису Пастернаку. Пианист был раздавлен, но смог найти в себе силы и сохранил дружбу и с поэтом, и со своей первой женой. Несмотря на то, что было много слез и было много объяснений, Пастернак в это время даже пытался покончить жизнь самоубийством, после чего Генрих так и смирился, уступив ему Зинаиду навсегда. Известно, что Пастернак сам был одаренным музыкантом, он был пианистом и композитором, учился у Скрябина. Он обожал игру Генриха, обожал Генриха, а Генрих, в свою очередь, восторгался поэзией Пастернака, зная многие его стихи наизусть. Самое удивительное, что Нигауз и Пастернак остались друзьями на всю жизнь, несмотря ни на что. Нигауз просто нашел в себе силы понять друга и жену, а Зинаида нашла в себе силы понять Генриха. Второй женой Нигауза стала милица. В 1941 году Генриха Густавовича арестовали. Немецкая фамилия. Девять месяцев профессора консерватории мучили допросами и всеми прелестями Любянского застенка. Как потом рассказывал Генрих Густавович, его пытались заставить подписать признание в шпионаже, чего он не делал. Говорят, за время ссылки он потерял почти все зубы и сильно подорвал здоровье. В 1962 году милица умрет. И Нигауз снова женится на Сильвии Айхингер, с которой был знаком очень давно. Но через два года умрет и сам. О методике преподавания Нигауза старшего я уже рассказывала в двух видео. Ссылочки оставлю вот здесь. А сейчас хочу время уделить его сыну Станиславу. Станислав с трехлетнего возраста, как и его старший брат Адик с пятилетнего, воспитывались с отчимом Борисом Пастернаком. В те годы квартиру Пастернаков посещали такие выдающиеся люди 20 века, как Осип Мандельштам, Анна Ахматова. У Стасика рано проявились музыкальные способности. В четыре года он уже подбирал симфонию Бетховена, только что услышанную в исполнении его матери. И увидев это, Зинаида Николаевна немедленно взялась за обучение сына игре на фортепиано. Школу Стасик окончил в 1941 году. Но жизнь осложнилась не только начавшейся войной и арестом отца. Тяжело заболел старший брат Адриан, любимый брат. Ему поставили страшный диагноз – туберкулез позвоночника. И несмотря на старания близких, он все-таки умер в страшных мучениях на руках у своей матери. За год до окончания войны Станислав экстерном закончил музыкальное училище, а в 1945-м стал студентом Московской консерватории, куда поступил в класс своего отца, у которого также и оканчивал аспирантуру. В 1949-м Станислав проходит первым номером на конкурс имени Шопена в Варшаве. Все ему пророчат первую премию, но выходит фильм под названием «Константин Заслонов. Войне», где фамилию Нейгауз носит полковник СС. Так в соответствующие инстанции пришел сигнал, что нельзя, нельзя, чтобы нашу родину за рубежом представлял однофамилец фашистского антигероя. В результате Нейгауза так и не выпустили. И вообще Станислав едва ли не единственный из выдающихся пианистов своего времени, который так и не стал лауреатом ни одного конкурса. Но, наверное, ему это было и не нужно. Чем же он так покорял публику? Безусловно, он обладал виртуозной техникой, но исполнение Нейгауза отличало какое-то особое качество, которое впоследствии назвали эмоциональной виртуозностью. Ему не было равных именно в психологическом исполнении, в психологической утонченности исполнения. До нас дошли сравнительно немного записей игры Станислава. Он просто не любил записываться. Зато остались множество воспоминаний его друзей, его учеников, его современников. И все они говорят о нем с любовью. В застойные годы СССР, когда стабильность общества держалась на неизменяемости элементов иерархической структуры, грубость по отношению к ниже стоящим являлась нормой. В Московской консерватории сальный разговор на музыкальные темы среди лишь своих считался шиком. И вот в этой атмосфере вдруг появился человек, облик которого, язык которого, манеры. Все было совсем другое. Так вот в среде товарищей появился интеллигент. Одни его за это обожали, другие ненавидели. Он здоровался, он справлялся о самочувствии и даже знал по имени-отчеству всех. Гардеробщиц, уборщиц, настройщиков, буфетчиц, чего ни один из товарищей не делал. На уроках изысканнейшие ассоциации. Неслыханные, невиданные. Неслыханные для большинства студентов философские, эстетические комментарии. И при этом во время занятий он мог окричать, он мог топать ногами, он мог бросать ноты, выгонять. И многим это было болезненно. Но именно в эти моменты он, наверное, являлся не человеком. Он был не педагогом. Он был просто слугой музыки. Наверное, просто выполнял ее повеление. А когда работа заканчивалась, через несколько минут он снова был изысканным, вежливым. Просто когда происходит контакт с высшей силой, наверное, и когда ощущаешь себя ее ретранслятором, задерживать и ограничивать эту энергию просто невозможно. Фальшь в музыке он всегда воспринимал как личное оскорбление. И говорил, вы знаете, что Толстой писал? В искусстве есть три необходимости. первое – это искренность, второе – это искренность, и третье – это искренность. Однажды, например, ученица его играла этюд Листа и играла как-то формально. Ни Гаузу не нравилось. Но он дослушал этюд до конца и просто спросил ее. Скажите, пожалуйста, зачем вы живете на этом свете? Это было так сказано, что девушка просто рыдала. Она рыдала и выбежала из класса. С той же требовательностью он относился и к самому себе. Он повторял иногда слова Гёте, что дилетантизм – это безответственность. и не выносил, когда ученик, зная о своих ошибках, так просто прощает их себе. Как и пианист Владимир Сафраницкий, Станислав Ни Гауз не любил записываться, как я уже говорила. Ведь, по его мнению, запись не могла передать именно дыхание живого инструмента. Сафраницкий так вообще ненавидел свои записи и говорил – это мои трупы. Почти половину жизни Станислав прожил на Пастернаковской даче и на втором этаже после смерти Бориса Леонидовича основал там музей. Перенес туда все его вещи и не позволял никому прикасаться к ним. Он очень любил одиночество и говорил, что пианист должен быть эгоистом. Он постоянно испытывал желание одиночества. Но гости к нему все-таки приезжали и приезжали без предупреждения, отрывали его отдел, ему это не нравилось, но он все-таки радовался, когда к нему на дачу приезжали друзья, музыканты, Святослав Рихтер, Раду Лупу, Анна Ахматова, Мария Юдина. Для них его дом всегда был открыт. Станислав Генрихович Нигаус умер в 1980 году. На сегодня у меня все. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу и по возможности на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok